Доброе утро, страна! Сегодня мы с вами будем говорить на очень серьезную тему женская дружба, тем, которая волнует всех. Мужчин, кстати, не верят в женскую дружбу и правильно ли они делают. Я предлагаю сегодня узнать у психолога-консультанта, доцента Института повышения квалификации и переподготовки в БГПУ, кандидат психологических наук Галина Гатальская. Галина, доброе утро! Доброе утро! Вот тема, правда, сложная. Так существует или нет все-таки женская дружба? Конечно, существует. И это то, что украшает жизнь любой женщины. И независимо от ее социального статуса, семейного положения, это то, что делает женщину счастливее. Одно из условий повышения уверенности в себе, минимизации комплексов личностных, ну и так далее. Я всегда думала, если честно, что чтобы сохранить дружбу, человек должен быть уже умудренный опытом. То есть полноценная женская дружба для меня, она может, наверное, существовать после 40 лет, нет? Ну, я думаю, что нет. На самом деле, дружба, надо, наверное, определить немножко, да, что такое дружба. Дружба – это союз двух людей добровольный, который возникает на основе взаимной симпатии и добровольном принятии вот такой взаимозависимости, да, которая предполагает и принятие человека таким, какой он есть, и взаимопомощь, и поддержка, ну, безусловно, эмпатичное отношение друг к другу, интерес к человеку, бескорыстие. Там, где речь идет о конкуренции, манипуляции, речь не идет о дружбе. Да, это все понятно. Но есть же какие-то правила вот относительно дружбы, да, которые, границ, которые никогда нельзя переходить, чтобы сохранить дружбу. Конечно, конечно. Дружба предполагает такие внегласные правила. Как правило, их друзья и не обсуждают, да. Но это, например, правила, регулирующие обмен между людьми. Имеется в виду и информацией, и чувствами, и поддержкой, и взаимными вознаграждениями, так их называют в социальной психологии. То есть я, когда, например, еду куда-то, я думаю о своей подруге, и обязательно что-то интересное стараюсь ей привести. Здорово. А что чаще всего может стать причиной вот этой трещины в женской дружбе? Нарушение правил. Мы не сказали, не оговорили все правила. Это, например, правило конфиденциальности, которое есть в дружбе. То есть сохранение секретов подруги, подруги друга. Ну да. И если это правило, к примеру, нарушается, это может привести к такой серьезной трещине. Либо нарушается во взаимообмене, взаимоподдержке. Или со стороны еще какое-то влияние, да? Либо то, что может привести к концу женской дружбы, когда появляется третья подруга. Да. Это тоже может приводить к сожалению, к завершению отношений. Хотя предполагается, что мы принимаем подруг наших подруг. То есть подруги наших подруг – это наши подруги, условно говоря. Да. Но значит, но все-таки дружба между тремя женщинами не существует, не бывает, не может быть. Ну, я думаю, что баланс все-таки нарушается, вот если есть триада. Будем говорить, все равно есть более сильная диада, так, и присоединившиеся отношения. Чаще всего так. И вот эти колебания, такая система, действительно, которая находится в состоянии колебаний, она может не всегда работать хорошо. Ох, ну ясно. Подруг, в общем, мы не обижаем, прислушиваемся, обязательно дарим подарочки. А вот как избежать? Бывает часто, что мы дружим-дружим, а потом наша дистанция, личное пространство так сокращается настолько сильно, что мы начнем друг от друга уставать. Бывает такое? Конечно. Вот мы не сказали о том, когда дружба в реальности возможна, и что не всегда возраст это определяет. На самом деле человек должен быть способен к дружбе. То есть женщина должна быть способна к дружбе, к развитию чувства кооперации. К сожалению, это не всегда так, и очень зависит от семейного опыта, то есть опыта нуклеарной семьи, из которой женщина вышла, родительской семьи. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, в зависимости от того, кого она выбирает в качестве подруги, здесь тоже могут быть ошибки, то есть может быть изначально неверный выбор. И вот это чувство, кого выбрать, какого человека я вижу рядом в качестве моей подруги, зависит очень часто от уровня зрелости самого человека, личностной зрелости. Поэтому мы говорим, что продвигаясь по жизни, человек начинает лучше понимать, кого хочется видеть рядом в качестве подруги, и дружба тогда по-настоящему становится дружбой. А можно еще вот такой вопрос? Меня очень интересует разница в возрасте. Играет ли существенную роль? Могут ли быть подругами женщины, у которых разница больше, к примеру, 10-15 лет? Вот так. Ну, в большей степени, наверное, нужно говорить о том, что очень важно, чтобы люди принадлежали к одному поколению. Одно поколение, условно говоря, это 12 лет. То есть вот ножницы до 12 лет, предполагается, что можно выстроить отношения дружбы. Поняла. И такой вот да-нет только. Мы отвечаем, дружба между мужчиной и женщиной, отойдя от темы, может быть, существовать? Да-нет, вот так. В общем. Между настоящей женщиной и настоящим мужчиной нет. Нет, все. На все вопросы мы сегодня ответили, но мы постарались, конечно, уложиться в наше эфирное время. Спасибо вам огромное за разговор. Я напоминаю, что сегодня на такие серьезные, но очень интересные темы я разговаривала с кандидатом психологических наук Галиной Гатальской. Спасибо огромное. Ну, а наш эфир продолжается.